В эфире Народное славянское радио. В эфире Народное славянское радио В эфире Народное славянское радио. В эфире Народное славянское радио. Я благодарю за участие, которое проявляют в моей судьбе ваши слушатели. Но маленькая предыстория. Так получилось, что в 1977 году прошлого века у меня образовалась вторая семья. И там была падчерица, 12-летняя. В течение 38 лет для этой падчерицы был папа, папочка, ну и супруга Людмила Степановна, которую многие народные населители, особенно в последние годы, знали. А мне выпало счастье с 1959 года быть сотрудником Института Авиационной и Космической Медицины. И мне поручили довольно своеобразную, одну из труднейших задач создать оздоровительную систему для космонавтов. Чтобы люди, которые бывают в экстремальных сложных условиях, и когда никого нет, чтобы они не болели, а выполняли задачу, к которой они готовились многие годы. Я столкнулся вначале с тем, что где пределы физиологических колебаний у человека, где-то грань между болезнью и здоровьем. И мне присталась возможность, вместо того, чтобы компликовать и аптечки космонавтов, перед командованием авиавоенной поставить вопрос, что я не могу только таблетками обеспечить космонавтов, потому что на них далеко не улетишь. И вскоре был издан приказ министра здравоохранения, что все институты Минздрава были привлечены к задаче, которая поставлена была передо мной. То есть, 2-3 сотрудника этого института должны выдать мне рекомендации, откуда возникают болезни. То, что пеницит, почему болеют зубы, откуда образуются язвы. И я стал интересоваться у этих специалистов. Их сегодня больше 100 наименований, почти 130. И сегодня человеческий организм разобран на отдельные части, и каждый так называемый специалист занимается своей частью тела. Меня поразило, что связи между специалистами никакой нет. Каждый работает только по своей-то части. Это же дикость. И уже в 72-73 году я понял, что медицина, как таковая, заблуждается в оценке общего состояния человеческого организма, где всё взаимосвязано и взаимозависимо. А к 75-му году я понял, что болезней, как таковых, вообще нету. Есть состояние. И вот тут, за закрытой дверью космонавтики, я начал разобатывать ту проблему, которая уже к 80-му году сложилась с точки зрения официальной медицины. Очень нехорошая, потому что она подрывала авторитет всей медицинской науки. Потому что я уже нашёл причину, почему человек заболевает, и что нужно сделать, чтобы он изначально был здоров и жил столько, сколько пущий ему природой. Это закисление организма, чему очень многие причины. И после этого закисленный организм, а есть такое кислотно-щелочное равновесие, это PH, ряда. Это единственный показатель, который в течение всей жизни у нас должен быть 7,4 в крови. В кофе, например, 5,6. В желудке там даже 0,2. Во рту должна быть там щелочная реакция и так далее. Так вот, всё дело в том, что мы фактически принадлежит к травоядным животным. Мы должны в 4 части кушать щелочные продукты, и одна часть белковые. Вот тогда это соотношение позволяет вот этому PH, 7,4 поддержаться на определённом уровне. Причём это показатель моментов в течение жизни меняться, изменится. Или в щелочную сторону, это алкалоз или кислооцидоз. Жди заболевания. Так вот, большей частью, мы сегодня, это белковые продукты, это 4 части белка и 1 часть чёлочи. И мы уже из-под двори готовимся к тому, что мы всё время как ходячий медицинский энциклопедия. Мы всё время больны. И откуда растут эти ноги? Во время космонавтики, когда я работал 30 лет там, я жил в узких рамках официальной медицины. Но когда я вышел в отставку, здесь я немножко освободился, стал свободен. И вы знаете, что с 90-го года я был организатором Российской профессиональной ассоциации народных целителей, традиционной народной медицины, а сейчас вице-президент этой ассоциации. И вот я начал здесь разрабатывать уже стройную теорию. И в своих книжах я об этом подробно описываю. На этом фоне, особенно в 90-е годы, 2000-е, я создал оздоровительный центр. Вначале на базе гражданской авиации госпиталя на Волголамском шоссе, затем в собственное оздоровительное центро, где отрабатывал эту методику. И что за три недели я уже мог фактически человека, который даже не оказывали помощи официальной медициной, восстановить его здоровье, освободить от лекарственной зависимости. И все это подтверждалось. На этом фоне собственные вот эти центры позволили мне, ну, не боюсь быть перед вами неискримым, достаточно много заработать денег. И моя пачельца была моим хранителем, семейный бюджет, она была врач, работали вместе со мной, и я поручил все вести дела ей. И оказалось, когда кончилось три-пять лет, это по закону положено, что если через три года человек не предпринимал никаких усилий, и что-то случилось, то процесс не воспроизводил. И оказалось, все, что я поручил пачельце, она оформляла на себя, и когда прошло три-пять лет, сидя за столом на кухне, она мне объявляет папа, потому что я до последнего времени ей был папа-папочка. И что я сделал, то, что родной отец для своих детей делать не может, она обеспечит мне достойную старость, она мне объявляет папа, теперь я являюсь собственником всего того, что твоим именем наработано, сделано, а тебе ничего не принадлежит. Вы поняли что-нибудь? И в одной части я, который человек думал о заботе о вас, о разработке системы, как можно без лекарств сидя на кухне, но если хочет быть здоровым, и та же сода, та же перекись, та же соль, те же движения. И я искал элементарные пути, способа, чтобы человек, если он хочет быть здоровым, хоть немножко беспокоился об этом бренном теле, был здоров, я все отдал этому. и вдруг я получаю от врача подчерецы, который 38 лет повторяет, звал у меня папой, а мне заявить, что мне ничего не принадлежит, и в это время очень трагично, с помощью той же дочери, фактически она убила Людмилу Степановну, потому что 4-5 месяцев была заперта и изголировала от всех. Ни суд, ни полиция, ни прокуратура мне не могли предотвратить этого убийства. И на этом фоне умирает моя супруга, патчереца о ее смерти никому не сообщают. Через два дня она ее кремирует, хотя есть место, где ее похоронить. И мы только в этом узнаем через 2-3 недели. И за время вот этого времени судебных процессов и всей этой истории, которая в старашем во сне присниться не может, я слеп, на этом фоне я еще упал, поломал бедра, раздробил кости, тяжелейшая операция, дважды реанимация, и потом, когда вскрыли завещание моей супруги, оказалось, что квартира, в которой я живу, супруга отписала моей подчернице. И та, не успев после вскрытия завещания, через две недели объявить, чтобы я освободил квартиру, в которой я покупал наличные деньги, и больше 10 лет прожили с супругой, и теперь эта квартира стала ее собственной. То есть, я на моем уровне, человек, который все время думал о благоденствии, о оздоровлении людей, создал систему, которая сегодня, и я могу утверждать, ну, кроме тяжелых случаев, когда уже человек собирается умирать, там тяжело бороться, и сегодня я уже могу оказать помощь независимо, если человек хочет, еще ходит, передвигается, и только он попадает в руки официальной медицины, сделает его практически здоровым. И на этом фоне вся моя жизнь была посвящена этому. В интернете 20 часов я наговорил около 100 стран мира русскоязычное население слушает, смотрит, что я им говорю. Если бы вы знали, как моя жизнь днем и ночью, потому что во всех странах там понятия не имею, что такое пояса, и каждый беспокоится о своем здоровье, днем или ночью, я являюсь консультантом фактически для миллионов людей во всем мире. И на этом фоне я как ученый морально был заинтересован реализовать свои дела, и оказалось, что здесь рядом со мной люди как праздновные, ну как одна семья жили, и створилось подобное, которое нельзя сегодня понять с точки зрения обычных человеческих чувств, и тем более Людмила Степанова у нас было место, где можно было похоронить, и когда в Крамаре, в Краматоре шел вопрос о том, что там фактически в гробу скелет лежал, слушающий спросил, а будет ли сопровождающий, падчерица заявляет, у нее в Москве никого ни родных, ни знакомых нет, и на сегодня даже неизвестно, где находится урна моей супруги. Вот поэтому книга, которая только сейчас выйдет, грядущая планета Земля, где эпиграф написал, не делай добра, не получи зла. Вот когда человеку фактически все даешь незаработанное, и чем больше даешь, тем более, что это жадность, это корость, я не знаю уже ненависть, не ненависть, как это назвать, не человеческое, это выродки человеческие, но ублюдки, как угодно может называть, и вот я сполна познал вот эту человеческую, очень хорошую мудрость, не делай добра, и не получишь зла, и я его получил. Сегодня я фактически лишен квартиры, сегодня с точки зрения уличного жаргона я бомж, русские предприниматели сейчас создают все условия для того, чтобы я хоть не на съемной квартире был, пусть она как своя, но беспроцентный кредит, который нужно погашать столько, сколько я смогу. Вот сейчас договариваемся условия на основании которых я могу хоть безбедно существовать. И ваша помощь, которая уже в интернете пошла, помогает мне решить вот эти финансовые вопросы, это с квартиры, и того, что я слепой, и абсолютно ничего не вижу, и сегодня занялся именно глазами. вышла книжка год назад «Все крутятся офтальмологи вокруг глаукомы». И я опять, не являясь специалистом в офтальмологии, доказал, что у глаукомы такого заболевания нету. К анатомическому строению глаза оно не имеет никакого отношения. Болезнь совершенно в другом. но я уже потерял возможность заниматься глазами, учитывая моё сердцевое состояние, и перешёл ту грань, когда можно что-то сделать. Но сегодня я пытаюсь, повторяю, пытаюсь, то, что никто в мире слепого не мог сделать речи, через 2-3-4 месяца всё-таки увидеть свет. Я постараюсь офтальмологом доказать, что они сегодня из любого зрячего делают слепых. Но можно кое-что делать. Не до той грани, как на я перешёл. Но есть люди, которые ещё можно всё сделать, чтобы они видели. Я уже нашёл этот путь, у меня в книге это написано. Но я только перешёл границу. И то сегодня люди, не те официальные офтальмологи, а люди, которые вместе со мной пытаются сегодня найти возможность даже в таком состоянии, как у меня, чтобы я увидел свет. И сегодня у меня это главная причина, но я не могу посвятить ей всё время, потому что вот дом около меч висит. Я никогда никому не был должен. Я всегда давал людям всё, что у меня только есть. Сегодня у меня вот эта зависимость, чтобы свой угол был, квартира, чтобы я мог свободно сидеть, архивом своим распоряжаться и, будучи слепым, я написал книгу. Послушайте, 500 страниц «Рак причины заболевания». Я ведь ничего не придумал, когда вы закроете эту книгу, но нету рака. А если ещё не было химиотерапии, мои врачи, которые сегодня создали медицинскую систему, заявляют, что 100% можно сделать так, чтобы рака у этого человека не было. Но это уже практика, но к сожалению в России это нельзя было сделать, я это сделал в Германии. И всё это за личные деньги, я не считался ни с чем. Меня интересовала как учёного моральная реализация того, что я наработал в космической медицине. Я сегодня могу многое. В Доме правительства я уже три раза выступал сегодня, и в том числе там знают о моей проблеме. мне дали понять, я не новинклатура, я пенсионер, меня никто не просит, чтобы я решил вопросы за медицину в целом. Ну, например, я разработал метод фактически проведения операции без наркоза. Я выпустил книгу космической медицины земной, там всё это написано. 20-я городская больница города по 15 лет оперировала с помощью этого метода. Это мечта хирурга. Миллионы, если не миллиарды, экономии только на наркотических средствах, на реаниматорах, которые фактически из 10 реанимационных больных, которые лежат сегодня в реанимации, 9 не нуждаются в реанимации, поймите. это не моя прихоть, это доказано, это всё проверено, и в Доме учёных, вернее правительства, я когда докладывал, не говорю, послушайте, сегодня создана малозатратная система, очень дешевая, использование солнечной энергии, восстановить землю, почву, оздоровить её, освободить от сорной травы, без генеральных удобрений, увеличить урожайность любой сельскохозяйственной культуры в полтора-два раза, оздоровить животных, наконец, лечить людей с помощью ультрафиолетового света. Вся эта система, вы посмотрите ролик 30 минут в интернете, а это была трёхчасовая программа в 88-м году, ещё в 88-м году. И сегодня ты никому это не нужно, потому что мне дали понять, надо менять полностью парадигмы направлений в Министерстве здравоохранения, никаких лекарств, кроме срочных случаев, потому что это отравляющие вещества, тем более те лекарства, которые сегодня здесь в аптеках, и пока прочитаешь показания против показаний, там можно умереть. Сельскохозяйство, где минеральные удобрения уже засорили до предела, отравлена почва, экология, и в Доме правительства, когда там выступали этих представителей, я там от них ничего не оставил. сегодня год экологии, это не я, это там, в зале шел вопрос, что нужно сделать не год экологии, а год профессора неумывательного. Реакции никакой. И вот на этом фоне я получил то, что получил. Но вы видите, я оптимист. Я полон энергии, я только сейчас понял, что такое жизнь. Ну вот видите, поплохил немножко, потерял зверье. Пытаюсь сегодня все-таки найти ключик для того, чтобы видеть свет. И хоть у меня были элементарные маленькие условия для нормальной жизни, а суд, полиция и прокуратура заявили, что это семейное дело, подчериться вы поручили, вы были в полном сознании, вы поручили висе и все дела, но вы просмотрели суть этой подчерицы, и это ваше семейное дело. Уголовное дело против подчерицы открыть нельзя, оно закрыто, и потом вы разбираетесь с вашей подчерицей, которую я уже два года не слышу, не вижу и не знаю, которая потребовала взять мой чемодан и покинуть квартиру, которая теперь ей сполна принадлежит. Вот сегодняшняя причина, почему я оказался в таком виде. Причем вам я рассказываю более в полном плане, чем то, что сейчас идет в интернете. Потому что я привык никогда не темнить. и то, что я знал всегда откровенно говорил и даже больным. Но я не говорил, когда я видел больной, он уже должен быть умереть с точки зрения официальной медицины. Я делал все, чтобы скрасить его хотя бы последние дни, и мне это удавалось. И сегодня разработана эта система, я готов ее отдать. Но официальная медицина не может ее принять, потому что сегодня нужно очень многое там менять, фактически ставить с головы на ноги, или как там говорят, или наоборот. Вот я уже вам фактически рассказал о том, что случилось. Я еще надеюсь на то, что могу сделать довольно много. Сейчас у меня очень серьезные планы. Я могу сегодня уже передвигаюсь. палочка помогает мне ходить, единственное, только без помощников. Я не могу ничего делать, потому что круглосуточно мне нужна забота в элементарных социальных делах. Помощники в написании книг и их реализации. Сейчас выйдет три книжки, имейте ввиду. Выходит вот в этом месяце в начале первое, второе, брак, его основы и последствия касающиеся семьи. Что такое сегодня семья в России? Это плод государства. И почему нас семей почти нет? Выйдет книга печень, выйдет книга поджелудочная железа и выйдет книга грипп. Это все вот за последние два-три года, пока я был в таком состоянии. И книги сейчас в течение двух-три месяцев вот пять книг выйдет. У меня в запасе еще несколько. У меня хватает еще потенциала, еще пока не работаю, но вот условий, для которых мне не хватает все это делать, и все время висит домок в бечь, что я сегодня классический бомж. Такого в стране по-моему больше нет. Я не плачу. Пенсию у меня военного есть. Я уже не говорю о том, что квартира как таковая, та, которая даже у меня, вот будет она чужая, нужно платить очень много денег, которых у меня нет. государство лишено возможности мне помочь. Поэтому я решил недели две-три через интернет обратиться к вам. Я, к сожалению, не могу поблагодарить всех вас. И вы знаете, с какой радостью и даже болью я считаю, что пенсионеры сто рублей присылают. Я готов им сам помочь, но там нет адреса. Вот на что способен русский человек. Иван Павлович, можно у вас уточнить? Да. Скажите, пожалуйста, Людмила Степановна, когда завещала квартиру вашей дочери, не было ли подлога со стороны приемной дочери? Что говорят юристы по этому делу? Ну, все дело в том, они меня просто покупали тем, что мало ли что со мной случится, вот тогда могут там кто-то чего поступиться, вот на это, вот возьми и перепиши. И квартиру я взял на Людмилу Степанову, юридически абсолютно безграмотно мне, я не придавал значения. Ну, семья одна, думало ли кто, кто будет хозяином. Оказывается, немало. Они уже знали, где вместе с падчерицей, вот организовывали эту систему 2006 года. У меня тут уже доказательства есть. И люди, которые уже видели, что меня колпачивают, одурачивают. А я жил между небом и землей, думал о благе и абсолютно не придавал значения. Хотя у меня были адвокаты, юристы, прокуроры, знакомые. Ну, нет, хотел сказать, старому дураку посоветоваться, но не делал. И меня эти же адвокаты, прокуроры, юристы, хорошо знакомые говорят, такое более-менее нормальное слово, это, послушайте, Иван Павлович, идиот, что ли? Это нормальное слово. А что они еще добавляли, я постесняюсь говорить. И они правы. то есть я сам виноват в соответствии условия. Мне не придало значения, что родственники, которые тут делят кровь и все вместе и могут творить подобное, ну, я уже не говорю, бесчеловечное отношение, взаимоотношение и вот эта жадность, которая людей уже обуяет и потом ненасытность и зачем вот эта падчерица, открою вам секрет, движимое и недвижимое имущество за рубежом три квартиры, в России семь, ну, зачем ей нужно? Она одна из богатых женщин Москвы, ну, зачем еще было отбирать квартиру, в которой я жил? Уму неподсижимо. И поэтому все, кто знает историю, не только поражается, но это не только бесчеловечности. И самое главное, суду это не подвластно, потому что я допустил сам, вот этот грех не придал значения, что эта подколодная змея, это, ну, я не знаю, как назвать еще человека, рядом, здесь же, то есть я сам воспитал этого человека, но не заметил, откуда все это въелось и проявилось в виде вот такого события, который произошел со мной. Иван Павлович, скажите, пожалуйста, как зовут приемную дочь? Имя, фамилию, как ее зовут? Дочь приемная. неприемная. Это Пачерица. Пачерица, это Папас Елена Алексеевна. Папас. Па, два Па, два Па, С, Елена Алексеевна. Папас Елена Алексеевна. Все, понятно. Улица Заповедная 18, корпус 1, квартира 91. И теперь эту квартиру, где она прятала полгода мать и никто ее не видел, она медленно умирала. Я не имел права без ее согласия переступить порог. У нас существует такое право собственности. Я умолял, просил, супруга умирает, дочь безграмотна. Я свою супругу вылечил и держал диабет сам. Восил по разным клиникам. я написал книгу диабет. Откуда эта болезнь и как сделать так, чтобы диабетом уже жить нормально. Она спрятала, не дала возможности 4-5 месяцев видеться супруге с родными, знакомыми со мной. И медленно умирала. Я обратился в прокуратуру, суд, полицию. Во-первых, врачебную экспертизу. Во-первых, оказать помощь. Во-первых, чтобы я увидел со своей супругой, и я не мог добиться через это правовое государство переступить порог квартиры, которую я купил для дочери. Вы что-нибудь понимаете? Это я тоже озвучил в доме правительства. понимание нет, говорят. Такое сегодня право. Если раньше россиянин мог ходить кто угодно, в гости пришли, здесь сегодня частник, если он не разрешает прийти кому-нибудь, а я пришел туда незваный переступил порог, я жулик, но меня можно подать в суд, что если что-то пропало, я украл. Это что, правовое государство? Кого нас защищает? Я сегодня познал сполна вот это правовое государство на собственном опыте. У меня было 12 доверенных лиц, 4 суда, а доверенные лица это депутаты, это уважаемые люди, профессора, академики, и они говорили, что это дело падчерицы, суд предоставить возможность выяснить, что делается с моей супругой. И за это время никто не помог мне переступить этот порог. И супруга, конечно, умирает. О чем я обращался во все инстанции, идет медленно преднамеренно убийство. дочь убивает свою супругу, свою мать. Дайте возможность. Она врач, она имеет право ухаживать за своей матерью, и поэтому нет оснований беспокоиться. Я говорю, я тоже врач, я беспокоюсь. Ну, так это же вы, а соседи нет. Заявление какое не делают, там тихо, все спокойно, нормально. Вот если что случится, тогда вы обращайтесь. я написал, прокуратура, суд, полиция, вы способствовали убийству человека, вы ничего не сделали. Мне отвечают, простите, это была семейная разборка, никто не виноват, это вы разбирайтесь своей падчерицей, и уголовное дело мы закрываем. Вот результат этих полугодовых скитаний и беспокойств в результате того, что я попал не только дважды в реанимацию ослеп, а через полгода после вскрытия завещания меня лишили еще собственных жилья, потому что этой квартиры не хватало для полного счастья моей вот этой падчерицы. Как ее после этого назвать, я не знаю. сегодня говорят, это ваше личное дело, и поэтому государство вмешаться в частную эту жизнь не может. Вы сами виновны происходящим. То есть человеческий фактор сегодня вообще выпал. Тут существует это право. Она ничего не нарушала. она все сделала по правилу. Ждала 3-5 лет, когда уже ничего нельзя сделать, и она объявила свои права. И когда я стала обращаться, говорят, послушайте, 3-5 лет прошло, мы ничего не можем вам помочь. Вы сами все сотворили, и теперь расхлебывайте эту кашу. Вот я расхлебываю. Иван Павлович, скажите, сколько денег нужно на покупку квартиры? Ну, я не могу сейчас назвать. Вот сегодня вот эта квартира будет стоить в пределах 9 миллионов. Вот сейчас 10-процентный кредит, я подписал бумаги, вот сейчас в мае я еду для того, чтобы оформить, оформлять этот договор, который, как называется, ну, здоровительная система, я уже договорился с представителями власти Крыма, что они оказывают мне помощь в том, чтобы этот здоровительный центр начал работать, и затем все это будет, то, что там я как буду зарабатывать и может быть чуть-чуть больше, чем надо, все это пойдет в погашении, этого долга, но все дело в том, что для вас зрячих и людей нормальных, эта жизнь, она ведь жизнь, а для меня, человека, каждый день, это же год равняется вашей нормальной жизни, и я знаю, вы читали мои книги, если вселенная земля человек, мы имеем определенное время, хорошо, что я умею немножко управлять этим временем, корректировать, но мы же не, как называется, не бесконечны с точки зрения жизни на земле, и те люди, которые у меня есть племянники, где-то и потом им расплачиваются сколько времени, за все это, они люмпат пролетариаты, денег у них довольно скромно ведут в своей жизни, поэтому ситуация довольно такая пикантная, но я говорю, что я оптимист, и что будет, то будет, и думаю, что вот то, что я член интернет, это мне юристы, и в доме правительства и мне посоветовали, они сказали, давайте Малаховым делаем, но я не хочу грязь выносить на вот такой уровень, и вот решил в интернете обратиться просто к людям, потому что, и вот повторяю, я благодарен тем, что даже кто-то 50 рублей там прислал, и честно говоря, у меня слеза уже прошибает, думаю, человек последний оторвал, для того, чтобы помочь мне выйти из этого состояния, я бы сам ему послал деньги, но, к сожалению, обратного адреса у меня нет, так что, вот, такие сегодня ситуации случились в моей жизни, здоровья вам и счастья в этом пока в России трудном для вас и для меня жизненном пути. Благодарю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова